Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Березневич. Смотрите сейчас. Подставил плечо. Попрос, когда Маш вручил центральной больнице сертификат на 10 тысяч рублей. Необходимо поддерживать медиков. На что пойдут деньги? В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Накануне вечером горел дом на Баумана. В чем причина ЧП? Практика вместо теории. Будущему медику очень важно участвовать в таких проектах. Учащийся в медколледже наряду с опытными врачами борется с недугом. Где и как? Новинка ДОСАФА. Автошкола приступила к обучению водителей с инвалидностью. Это моя, во-первых, мечта уже с 18 лет. Как записаться на курсы? А также новые портфели, дети электричества и плюс к величине. В стране вырастет базовая ставка. Насколько? В Беларуси выздоровели выписаны 99 584 пациента с COVID-19. Зафиксированы 119 390 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 млн 977 802 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Крупные предприятия города продолжают оказывать помощь медикам, людям, которые на передовой 24 на 7. Сегодня плечо центральной больницы подставил Бобруйска-Громаж. Сертификат на 10 тысяч рублей. Помощь врачам от коллектива «Промгиганта». Мы призываем всех производителей города Бобруйска объединиться в такой хорошей, мы считаем, нужной очень акции и поддержать наших медиков. Не обязательно деньгами, можно какими-то хорошими поступками, но все-таки необходимо поддерживать медиков в такое сложное время. Хочу выразить слова искренней благодарности от лица всех сотрудников нашей больницы, руководству и сотрудникам завода «Громаж» за ту помощь, которую они нам сегодня предоставили. В общем-то, это уже такая добрая традиция от данного предприятия. Денежные средства пойдут на покупку масок, перчаток и десредств. На все, что так необходимо для победы над вирусом. Борьба с COVID-19 продолжается. На помощь врачам пришли и учащиеся Бобруйского медколледжа, работа в колл-центре и волонтерских отрядах. Будущие специалисты совмещают учебу с практикой. Максим Кембель с подробностями. Сплав опыта и молодости в борьбе с коронавирусом лишние руки не помешают. И помощь врачам, и разгрузка для них в такое сложное время. Более двух с половиной тысяч студентов-медиков направлены в поликлиники и больницы страны. Алло, здравствуйте. Екатерина Валентиновна. Это вас из поликлиники беспокоят. Как вы себя чувствуете, скажите, пожалуйста? В норме, все хорошо. А жалобы какие-нибудь есть? Кашель, температура? Нет, ничего нет. За день Виктория Оргиш обзванивает десяток пациентов с диагнозом коронавирус. Главное, признается услышать. Нет жалоб, все хорошо. Уже больше недели второкурсница медколледжа помогает старшим коллегам в колл-центре. В медицину пришла по примеру старшего брата. Мне всегда нравилось помогать людям. Это была мечта моего детства. И я считаю, что мечты для того существуют, чтобы их осуществлять. Всего с Бобруйского медколледжа в первой поликлинике трудится 27 студентов. Сейчас у них должна была быть теория, но на деле вышла практика. Но и в этом, говорят специалисты, есть свои плюсы. Они обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты и, конечно, оказывают нам огромную помощь. И вместе с тем приобретают тот незаменимый и необходимый опыт, который им, безусловно, пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. Здравствуйте. В поликлинике номер 3 будущие медики участвуют в социальном проекте «Взаимопонимание и поддержка». Ребята помогают пациентам, которые не могут посетить аптеку или учреждение здравоохранения. Среди них одинокие пожилые инвалиды. Работает это как экспресс-доставка. Волонтеры прямо домой привозят все необходимые лекарства. В основном работают по бесконтактной схеме. Будущему медику очень важно участвовать в таких проектах, поскольку это воспитывает в нем человека, любя показывает, насколько он способен относиться к людям с добром и насколько он отзывчивый. И нужно ли ему быть медиком в дальнейшем. Пока одни доставляют лекарства, другие помогают врачам принимать пациентов. Перед тем, как приступить к работе, необходимо экипироваться. Теперь без одноразового халата, масок и перчаток никуда. Это безопасно. Под контролем студентов вес, рост, давление. Благодаря их помощи удалось хоть немного, но разгрузить очереди. Все же в третьей поликлинике проходит практику 8 человек. Уже совсем скоро они закончат свое обучение, на выходе получат специальность медицинская сестра. Многие из них уже прошли этап работы младшей медицинской сестры. То есть это санитарки в учреждениях здравоохранения города. То есть это большой плюс. Они пришли, выбор их осознанный, правильный. И они стараются. Очень старательные, очень хорошие дети. Очень добросовестные к своим обязанностям, к учебе, ну и вообще ко всем поставленным целям, которые стоят в колледже. Ноу-хау третьей поликлиники – новая телефонная линия. Инфо-3. Открыта она на базе колл-центра, который работает уже 10 лет. В первую очередь по номеру 71-61-37 специалисты ответят на все вопросы, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Здесь же выпишут алон к врачу, минуя регистратуру. И в целом расскажут всю информацию о работе учреждения здравоохранения. Для организации работы любого учреждения очень важны ресурсы, как всегда. Базовый уровень – это кадры и оснащение. И сегодня в этих направлениях, конечно, мы получаем значимую помощь. Ну, первое, у нас подключены интерны в работе ковидных контактных групп. Второе, у нас помощники врача получили возможность выдачи, выписки больничных висков нетрудоспособности. Ну и в-третьих, вот в частности у нас на практике сейчас работают студенты медицинского колледжа. Это наша будущая смена, это наши будущие коллеги. В городских поликлиниках, детской и больнице скорой медицинской помощи учащиеся медколледжа трудятся 17 ноября. Практика в такое горячее время не просто помощь старшим коллегам. Это погружение в профессию беспрекрас. Но сколько бы сил и людей не было брошено на борьбу с коронавирусом, главное, говорят медики, это личная ответственность. Все зависит только от нас самих. Носите маски, соблюдайте дистанцию, ведите здоровый образ жизни. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруськ, 360. Накануне вечером на Баумана случился пожар. Сообщение ЧП поступило в 10-м часу. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша дома. Хозяин в это время находился на улице. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Повреждена стропильная система перекрытия. На соседнем участке по всей площади повреждена поликарбонатная теплица. Пострадавших удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. В то же время МЧС напоминает, чтобы обезопасить себя и других от беды, необходимо соблюдать элементарные правила. Кадровые вопросы, базовая ставка и штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Когда стоит быть на чеку? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД. Юрий Назаренко назначен первым заместителем министра внутренних дел, начальником милиции и общественной безопасности. Николай Карпенков стал заместителем министра внутренних дел, командующим внутренними войсками. Андрей Любимов теперь начальник управления внутренних дел Витебского облсполкома. Анатолий Маркевич назначен министром культуры. Произошли изменения и в системе ДИП-представительств Беларуси за рубежом. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Это произошло после замены трансформаторов напряжения, заявили в Минэнерго. Сообщается, что включение в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями техрегламента. Реактор в настоящее время работает на мощности 40%. Согласно графику, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре. В Беларуси будет увеличена базовая ставка. С 1 января следующего года она составит 195 белорусских рублей. Сейчас она на 10 рублей меньше. Эта величина используется при расчете заработной платы бюджетников и сотрудников других организаций, получающих государственные субсидии, работников которых приравнивают по зарплате к бюджетникам. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси. Причина – сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 27 метров в секунду. Спасатели напоминают о необходимости убрать хозяйственные вещи с балконов и дворов, а также рекомендуют водителям не парковать машины вблизи старых деревьев. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты «Бавруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Добраться до аптеки, магазина, больницы, работы или просто съездить в гости к друзьям. Сегодня для инвалидов свое авто не роскошь, а жизненная необходимость. В «Бавруйске» отныне барьер получения водительского удостоверения для этой категории жителей устранен. В автошколе ДОСАФ уже несколько дней, как идет набор в группы обучения категории «Б» для людей с ограниченными возможностями. Вместе с первым учеником на специальном авто прокатилась и наша съемочная группа. Одни из немногих в стране и первые в регионе. Еще в советские времена добровольное общество содействия армии, авиации и флоту всегда шло впереди планеты всей. Годы идут, а стратегия не меняется. Инновационные технологии в обучении, новые машины, опытные преподаватели и вообще свой подход к работе. Вот и сейчас автошкола ДОСАФ вышла на новый уровень. В начале этого года ко мне обратились инвалиды-колясочники с просьбой все-таки изучить возможности помочь им в обучении и получении водительского удостоверения категории «Б». Обучение теории проходит дистанционно, а вождение на только что сошедшем с конвейера «Фольксваген Пола». Изначально машина шла в комплектации с коробкой «Автомат». Дальше – дело техники. Авто переоборудовали подручное управление. Нажимать газ и тормоз теперь можно одной правой. Мастер производственного обучения был выбран Усов Игорь Владимирович. Руководствовался только его опытом и знаниями. Ну, честно говоря, сам лично провел с ним занятия по управлению автомобилем в коробке «Автомат». Это все, в принципе, несложно. Наоборот, упрощает управление автомобилем. Для инструктора по вождению Игоря Усова ноу-хаут стала диковинкой. Как признается мастер, впервые за долгое время пришлось не других обучать, а самому сесть за руль и пройти все стадии. Заезд с задним ходом в бокс, диагональная парковка, эстакады и другие элементы. Но для человека со стажем более 30 лет невыполнимых задач нет. И спустя несколько испытательных дней Игорь Владимирович в своем обычном амплуа – сбоку. А за рулем – первый обучающийся. Все на одном лечаге, достаточно все доступно. И удобно. Владимир Бабков давно мечтал получить водительское удостоверение. Но сделать это не так просто. Для людей с ограниченными возможностями пройти курсы и получить заветную корочку можно ни много ни мало лишь в нескольких школах страны. И те периодически закрываются. Можно, конечно, поехать, например, в Минск. Но это уже другие деньги. Ну, не было возможностей. Не то, что финансовой, а реальной возможности. Потому что у меня были перспективы либо ехать в Минск учиться, либо в Могилев. Когда-то было в Вилейке. Это было бесплатно, но эту школу расформировали. Записаться на курсы и осуществить мечту можно прямо сейчас. На сайте Бабрюйской автошколы ДОСАФ или по телефону 43 55 55. Кристина Рианц, Андрей Богдан. Бабрюск 360. Дети и электробезопасность в городе и районе подвели итоги профилактического конкурса. Шесть лучших работ отправлены на областной этап. О рисунках, которые напоминают о цене жизни, далее. Внимание! Это опасно для жизни. Играть под линиями электропередач. Запускать воздушного змея. Забрасывать на провода проволоку или другие предметы. Это может привести к поражению электрическим током. О том, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии, Даша Сидорович знает еще с детского сада. Сегодня она ученица 11 класса и победитель конкурса по профилактике электротравматизма. Ее рисунок со смыслом прошел во второй областной этап. Здесь я изобразила оголенные провода. То есть они опасны для жизни человека. Также знаки, что это означает опасность и электричество. Рыбалка вблизи воздушных линий электропередачи, игры возле трансформаторных будок и поврежденных проводов, а также селфи на лэб. Это основные темы, а точнее их последствия, которые в своих работах отразили юные участники. От Бобруйска приняли участие 22 школы, от района 13. Лучшими в трех возрастных категориях стали 6 проектов. Электричество нас окружает полностью в быту. Куда ни денься, у нас сейчас без электричества никакой цивилизации нет. Это самое основное. Поэтому я считаю, что с ранних лет ребенок должен представлять опасность, которую таит в себе электрический ток. Чем больше этой профилактики, тем больше шанс и менее вероятность того, что ребенок залезет в эти опасные объекты. Проблема электротравматизма актуальна во все времена. Об этом свидетельствует печальная статистика. Ежегодно жертвами небезопасного обращения с током становятся как взрослые, так и дети. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Ключи от своей собственной квартиры в Минске на один введенную в эксплуатацию дом стала больше. В престижном жилом комплексе «Минск.Мир» ключи получили жители дома Джакарта. Первое впечатление планы и о том, как будет обустроена жизнь в новом квартале и новом жилом комплексе в репортаже. Первый дом по улице Кижеватого, Джакарта, сдан квартал Азия, 16 этажей. Татьяна Бондарь поднимается в свою новую квартиру на панорамном лифте. Свободная планировка, прекрасный вид и бесплатная консультация профессионального дизайнера, как лучше все оформить. Вопрос жилья прорабатывала уже давно, и тут как раз получилось, что мой младший брат построил, потом прошло какое-то время, и мы тоже все-таки решились, так как мы вдвоем с дочерью, чтобы не ездить в Минск, что нужно что-то покупать. Вот увидели мы Дану Холдинск, ее предложение, стали участниками долевого строительства. Джакард – это новые стандарты строительства, по которым работает компания. Первый этаж помещения с отдельным входом с улицы – отлично для бизнеса. Свободная планировка квартир, высокие потолки, уютное лобби с местом консьержа. Остекленные лоджии, французские балконы, открытые террасы и с дизайнерским жалюзи на фасаде. Во дворе удобные и безопасные детские площадки. Совсем скоро в квартале Азия будет и современный детский сад с бассейном. Поблизости новый вместительный паркинг и торговый центр с продуктовым супермаркетом. Важное место – комплекс «Минск-Мир» – это новый центр города. Очень в прекрасном месте находится дом. Мне нравится этот квартал. Это будет просто мега красиво. Здесь будет международный финансовый центр. Здесь и для работы, и, в принципе, для дальнейшей жизни здесь, конечно, будет все очень удобно. Строят по принципу города в городе. Здесь будет и крупнейший в стране торговый центр. И именно здесь возводит Международный финансовый центр – аналог центра в Дубае. Это миллионы инвестиций и тысячи новых рабочих мест. Детский садик на 230 мест введен, успешно функционирует. Школа в ближайшем квартале шаговой доступности тоже строится. Мы строим за счет собственных средств. У нас миллион 200 тысяч квадратных метров мы параллельно проектируем. И в этом году мы до конца года планируем еще начать новое строительство 30-40 жилых домов. В каждом квартале школа или детский сад всего в комплексе «Минск-Мир» построят 7 школ и 12 детских садов. Детскую и взрослую поликлиники «Медицинский центр». С другими кварталами комплекса Азию свяжет и удобная сеть белодорожек. Новый район имеет прекрасное транспортное сообщение. Всего несколько минут до площади независимости на автомобиле или на метро. Ближайшая станция третьей линии в шаговой доступности. Квартиры в доме Джакарта уже раскуплены, но по соседству завершается строительство дома Нью-Дели, где буквально на днях стартовала продажа недвижимости. Приобрести недвижимость можно в 11 кварталах. Это Северная Европа, Северная Америка, Средиземноморский, Африка, Азия, Южная Европа, Мировых танцев, Евразия, Квартал Чемпионов, Эмеретс и Тропические острова. И только до конца ноября на квартиры в большинстве домов действуют выгодные скидки и специальные предложения. До минус 20% для работников здравоохранения, образования и IT-сферы, молодоженов для семей с детьми, до минус 100 евро с каждого квадрата, скидки для профессиональных спортсменов и многое другое. Если бронировать онлайн на сайте застройщика, скидка до 10 тысяч рублей, а еще до конца ноября беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев. Нужен только паспорт, а ежемесячный платеж сопоставим с платой по аренде. Но здесь вы платите за свое собственное жилье. Не время ждать, время покупать и войти в Новый год собственникам квартиры в современном жилом комплексе «Минск.Мир». Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok